Зима в городе над Бугом в 2024 году выдалась по-настоящему зимней, с сильными морозами и обильным снегопадом, с которым коммунальные службы справились весьма удачно. Но вот последствия капризов зимы не заставили себя ждать. Пострадало дорожное покрытие, появились ямы, выбоины, трещины. А это не есть хорошо, считают специалисты Брестского дорожно-эксплуатационного предприятия. А потому в благоприятные дни, когда нет осадков, ведутся ремонтные работы на наиболее аварийных участках городских дорог. Ямочный ремонт улиц ведется круглогодично. Только меняется технология. Летом это, в теплое время года, это одна технология, в зимний период это другая. Практически в зимний период, как только начал первый снег, пошел, сразу дали морозы. Это еще в ноябре месяце мы сразу приступили к ямочному ремонту. Потому что, несмотря на то, что в летний период был выполнен огромный объем работ по сплошному асфальтированию, также еще очень практически, не практически, а все улицы были отремонтированы ямочным ремонтом. Но все равно с первым снегом ямки начали появляться. Поэтому с декабря месяца, с ноября месяца мы работы не прекращаем. Работают у нас постоянно 4-5 бригад. На сегодняшний день, например, ямочный ремонт ведется на улице Московской, на улице Смирнова, на улице Городской и на улице Себровской. Чтобы успеть выполнить как можно больше работы, сотрудники предприятия работают с самого утра. Ведь ремонтировать дорожное полотно – дело непростое, требующее профессионализма. А чтобы работа была выполнена быстро и качественно, даже зимой, выполняют этот трудоемкий процесс со специальной техникой. Ямочный ремонт в основном сейчас в зимний период ведется с применением литых смесей. Но сами работы ведутся в небольшом количестве, потому что необходимо эти смеси приготавливаться в мобильных установках. Летом мы ямочный ремонт проводим с применением струйно-инъекционного способа, с битумной эмульсией и щебнем. Оно позволяет только при температуре плюс 5, ну и сухо должно быть. Зимой, ну, во-первых, битумные эмульсии в зимний период не выпускаются. И, как правило, температура не соответствует. Поэтому, во-первых, это большая скорость ремонта. Качество тоже достаточно хорошее получается. Зимой же вот эти минеральные спецы мы их делаем сами в мобильных установках. Специалистами ДЭП на постоянной основе ведется мониторинг состояния тротуаров и дорог. Только после этой процедуры составляется план работ. Субтитры создавал DimaTorzok